Приветствую зрителей канала Мудрое Рядом! Сегодня я вам показываю такой топчанчик, лежачок. Он двухместный, большой. Он сделанный снова из обрезков, отходов, остатков. И если вам интересно, вы сможете посмотреть это в моем видео, если посмотрите его до конца. Поэтому, если вы счастливый обладатель каких-либо досок, обрезков, или, может быть, старых ненужных полочек со шкафа, и из них, и еще из некоторых вещей, которые я вам покажу, можно будет смастерить типичный топчанчик. Вот эти кажущиеся волночки практически незаметны, когда на них лежишь. Просто у них общий вид, как будто бы они гофрированные, но они мягкие, удобные. И дачный вариант отдыха просто прекрасный. Также здесь использованы куски фетра. Куски можно использовать ковролина, можно использовать джинс, но если он оверлочен, или любую ткань, которая не обтрепывается, из которой не вылазят нитки. Или, если это будет у вас ткань целиком. Здесь я четче хочу показать, использованы именно куски. Куски натянуты плотно так, что их сшивать не пришлось, и щелей при этом нет. Итак, берем доску и прямо в торец степлером прибиваем ковролин, джинс или любую ткань, которая не обстрепывается. По краю оставляем небольшой кусочек, для того, чтобы позже завернуть. Прибиваем таким образом, чтобы у нас образовывался нахлёст. Чтобы все, что мы сделаем внутри, наполним, не вылазило. Делаем это плотно и по всему периметру. Наполнителем для дивана может быть синтампон со старых подушек. Но это еще не все. Смотрите дальше видео, я буду показывать. На доску по очереди вкладываем синтапон, плотно заворачиваем и снова внизу забиваем степлером. Так мы будем делать по очереди, прикрывая каждый раз следующим куском. У кого цельная ткань, конечно, это можно будет делать целиком. Одна часть забита, уплотняем следующий кусочек и, соответственно, делаем то же самое. Торец данной конструкции мы тоже затянем и пришьем степлером. Вот такой результат. Ну и теперь снова буду удивлять, берем курточки с утеплителями и вырезаем из них нужные куски, при этом не снимаем ткань. Если тонкое, складываем вдвое, как сделала я, пойдут в ход даже рукава и капюшоны. Просто надо аккуратно и ровно делать форму. Также можно использовать поролон, но если нет ничего из того, что было перечислено выше, можно использовать трикотажные изделия. Свитерочки, кофточки. Могу поспорить, что каждый из вас в аэропорту или на вокзале уснул, подсунув себе подушка, такой свитерок, и было мягко. Такой топчанчик будет чуть жестче, но все же мягче, чем в вагоне. Так как у нас доски длинные, мы их выкладываем, если у вас короткие, придется соединять по-другому. А наши доски мы соединяем поперечными досточками, скручивая шурупами. Далее конструкция переворачивается и выкладывается на каркас. Если такового нету, можно поставить даже на деревянные строительные поддоны. Контур поддона можно декорировать по вашему вкусу. Такой топчанчик мы сделали и с нашими друзьями у них на даче. Они очень довольны, потому что так как и мы не хотят вкладывать большие деньги в дачу, а делают все по минимуму. Всем, кому было интересно, спрашивайте, что-то отвечу в комментариях. Подкидывайте свои интересные идеи. Я своими и так делюсь. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.